Мои дорогие, рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Посмотрела я два их видоса. Вчерашних уже сразу не стала выпускать обзор. Ой, ну как всегда, ребят, как всегда. Значит, Анька рассказывала про то, как у них празднуют Новый год, там Рождество, какие ярмарки проходят, что готовят на новогодний стол и вообще, что это её любимый праздник. В то же время Настя страдала ерундой. В очередной раз позорилась на весь мир. И вы знаете, вот она говорит, что вот ей детей рожать, и ей нужна здоровая спина, то есть здоровье ей нужно, потому что ей ещё детей рожать. Интересно, Настенька, от кого ты собралась рожать, когда уже такое позорище себе обеспечила на весь мир? Стоит, слушайте, сиськами трясёт. И повыше, повыше их задрала, покороче, похоже, шлейки сделала этот вырез, готова разодрать на себе, чтобы вывалить эти свои сисьандры. И, знаете, девочка, видно, видно, что девочка ограничена, совсем ограничена во внимании. Вот она такая затурканная, с детства затюканная, всякой работой загруженная была, похоже, в детстве. И вот ей не хватало внимания, и сейчас у неё планку конкретно сносит. И вот она стоит, значит, с этими сиськами, дёргается, трясёт этими своими буферами прямо в экран. Одна рассказывает про Новый год, вторая сиськами трясёт. Ужас, ребят, ужас! Я даже не могла смотреть всё это. И, знаете, для неё, по-моему, в порядке вещей. То этими губами она всё плямкает, да, особенно когда вот накрасит эти губы, всё прижимает одна к другой. То сиськи ей надо в экране потрясти, порассматривать себя, типа свою фигуру. Ты пупок нашла, девочка ты наша? Или только сиськами трясёшь в камеру? Пупок пора искать! А то разжирела до такой степени, что уже и пупок потеряла. Да, короче, дальше следующий видеоролик. Это они уже рассказывают, да, что уже все рассказали, все вспомнили и эти решили рассказать. Это про то, что, значит, продлили параграф. Хотя кто-то в комментариях написал. Я, короче, не владею, ребят, этой информацией. Но всё же написали в комментариях, что, значит, этот параграф действует три года, придётся там как-то менять этот закон. Он, успеют ли, не успеют. Но, значит, вначале. Вначале девки показывают свои тарелки, что они едят. Сейчас, типа, они едят мизии с гречкой. Один раз засняли эти тарелки, значит, и сказали, что они один раз поели, только утром. А вечером вообще им есть не хотелось. Меня такой смех пробрал. Это те, которые готовы круглосуточно есть, поели утром, а вечером есть не хотели. Вообще ничего и решили не есть. Кому вы будете втирать? Ну, кому вы будете сказки рассказывать? Ведь сами говорите, блогерам верить нельзя. И при этом ржёте. И вы думаете, что мы поверили, что вы ничего не ели? Для контента тарелки поснимали и голодом себя заморили. Фу! И, значит, на 5 килограмм они похудели. На каких 5 килограмм ты похудела, Анька? Как по мне, так ты ещё больше стала. А Настя? Ну, Настя столько килограмм особо и не набирала. Нет, ну, она прилично набрала, если сравнивать с её фотками в её социальных сетях, которыми она спалилась своими социальными сетями, потому что строчила всем моим родственникам и моим детям. Ну, то же самое, Анька. Она гораздо худее была, когда жила в Украине. Сейчас она совсем, совсем разошлась, расплылась. И что говорит, интересно, да? Я вот изначально вес свой не снимала. Тоже она кричала, что она зафиксировала и потом скажет нам. А получается, ничего не снимала, потому что, ну, блин, такой вес, наверное, страшно было снимать. Да и вообще, ребят, не верю я в эти их диеты, в это похудение. Говорит, почему вы не верите? Потому что вам верить себя не уважать. Я уже об этом говорила много раз. Фрики – это одно враньё, причём до бесконечности. А вас по-другому назвать нельзя, просто никак. Дальше уже про этот параграф, что, значит, продлили до марта 26-го года, но сейчас якобы всех будут отправлять на работу, особенно молодёжь. И если будет молодёжь отказываться от вакансий, которые будет Джоб-центр предлагать, то будут снимать пособие 10%, там ещё что-то, да, будут снимать, и вплоть до лишения пособия. Ну, и поэтому теперь надо срочно искать работу. И сейчас, после той информации, которая там гуляет по интернету, все стремятся пойти на работу. Все спешат. И вот срочно надо идти на работу, потому что курсы уже предлагать не будут. И что там, Анька говорила, штрафы какие-то будут давать, или что она говорила, я же не могу. Ой, это не Анька говорила, это Наська говорила. Прям такая осведомлённость у неё, прямо она всё на свете знает. Прям, ну, вот всё знает. Ну, мы так надеемся, что вот прям в ближайшее будущее всё наладится, всё будет хорошо, и якобы все разъедутся, все поедут в Украину. Ну, а комментарии там, значит, у них, и кто-то пишет, что вы неправильно рассказываете рассказываете про закон, что-то там будут, значит, отправлять назад домой тех, где нет боевых действий, якобы не изучили вы досконально, и вводите людей в заблуждение. Ой, ребят, знаете, уже про эту работу уже столько раз мы слышим. Работа, надо идти на работу, лишь от того, лишь от другого. Работа, 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 но только работой не пахнет. Нет, девочки у нас не спешат на работу. Они только говорят, пойдём на работу, пойдём в дом престарелых, но не пойдём, пойдём ещё там куда-то, но не пойдём. И только одни сплошные возмущения. А, ещё забыла. Ещё говорила Анька, что Чука такая ужасная, прям такая ужасная. И все смеялись, что такое Чука. Я, если честно, тоже не слышала Чука. Чука, не знаю я. Я не слышала такого, что Чука. Что у них там за Чука, я не знаю. Может, потому что я не хожу по этим китайским ресторанчикам. Они меня особо не интересуют. Ну как, я люблю роллы, я люблю суши, но дома у меня не особо любит их муж. Я, если готовлю, то тогда, когда дети приезжают, и вот если мы с детьми куда-то ездим, то мы можем с детьми позволить себе сходить, да, где-то и покушать роллы суши. Ну, а готовить дома я не особо готовлю, потому что стараюсь готовить то, что любит мой муж, а не то, что именно прям люблю я. Ну и Чука-Чука, всё невкусное, всё ужасное. Миди уже надоели. Вот, миллионеркам уже миди и надоели, креветки надоели. Что ещё им надоест? Вот что им ещё надоест? То есть, в каких-то там китайских кафешках, в буфетах Чука вкусная, да? Ну, это ж Анька так говорит. А вот в магазине купили 4 евро просрали. И такая вообще ужасная. Короче, всё им не нравится, всё им не так, всё им не то. Это позорище бесконечное. Ужас. Ну, а сейчас это вообще какой-то капец с этими сиськами и с этими подмышками эти руки поднимала. Типа, что она, что, не путная? Она не вонючая? Или что она хотела этим доказать? А с этим пупком, которого не видно и днём с огнём не найдёшь, так это вообще днище. Ну, Настенька, ты его сначала расколупай, да найди. Или похудей так, чтобы он виден был. И не позорь, не выставляй своё брюхо, где пупок не найти на весь мир. А потом будешь рассказывать, что тебе ещё и детей рожать. Чтобы ради детей, нужно их сделать сначала с кем-то. Ну, а после такого днища позорного, кого-то, с кем делать детей, найти будет очень сложно, потому что ты нафиг никому не нужна будешь. Хоть ты будешь визжать на весь мир, что ты трудяшка-работяшка, что ты дома вкалывала и готовила тысячу блюд и ковырялась в огороде и вино с папашкой делала, ты всё равно будешь никому неинтересна, потому что мужчине нужна не только работящая жена, но ещё и мудрая. А таких тупых в жёны точно никто не возьмёт. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.